Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих, приводятся слова у вас Иисуса Христа. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели ее с избытком. То есть, на греческом языке здесь идет в настоящем времени. Именно сейчас, уже здесь на земле мы можем быть счастливыми людьми. И это вполне реально. И это не зависит от нашего достатка, это не зависит от количества денег, это не зависит ни от чего материального. Мы и попросили, думали, как же люди видят... Мечту здесь на земле, не видят себя счастливыми здесь на земле. Это трагедия. И, в общем-то, мы это обычно делаем в самом начале. Ну, скажем, группа собирается, вот новенькие люди. Вот, в самом начале мы проводим подобные вещи, чтобы, понимаете, узнать. Вот, мы будем так вот, как говорят врачи, продиагностировать. Вот, насколько нужно вот работать с этой группой, да, привести их к этому осознанию. И так, все хотят быть счастливыми в браке, но многим недостает сил справиться с собственным эгоизмом и со своими слабостями. Мы можем все это знать, мы можем знать вот эти все три шага, оставить, прилепиться, стать одной плотью. Мы можем знать все препятствия телесные, душевные, психологические. Но как это все притворить в жизнь? Апостол Павел написал, бедный я человек, вот что хочу делать, того не делаю. А что не хотел бы делать, вот то у меня происходит. Кто освободит меня от этой силы? И вот сейчас мы поговорим конкретно об этой силе, зла, да, и как от нее освобождаться. Итак, сила противостояния. И вот здесь написано, что притворение в жизнь плана свыше, Божьего плана для супружества, осложняется силой противостояния. Сатана сразу воспротивился семье на земле, потому что это образ Божий. И если он исказит образ Божий, тогда люди не будут идти к Богу, потому что, ну, зачем им нужен такой вот кривой Бог? Интересно, что мы, знаете, мы все время задаем такой вопрос, мы говорим, а кто сильнее, Бог или Сатана? Все говорят, конечно, Бог. Сатана может Бога вот уничтожить? Нет, не может. А может ему сделать больно? Может. И самая большая боль, которую может доставить враг в наших с вами душ, это ломает семя. А что такое семя? Это отражение образа Божьего. Ломается образ Божий. Представляете, если мы перед людьми, которые не знают Бога, показываем им искаженный, сломанный образ. Итак, читаем Бытие, 3 глава, с 1 по 6 стихи. Здесь они у вас приведены в материалах. И надо сказать, что с тех времен, с того времени, когда Сатана начал действовать на ту самую первую семью, которая была создана Богом Адамом и Евом, его тактика никак не изменилась с тех пор. Все то же самое, абсолютно. Но люди почему-то воспринимают, как будто это что-то новенькое, и вообще этого раньше не было. Нужно вооружать людей доспехами, шлем спасения, меч обоюдоострый. Все это должно быть у семьи, чтобы противостать вот этим нападкам сатаны. И нужно говорить, что, в общем-то, действительно, нападки, они всегда одни и те же. Понимаете, потому что не надо пугаться самим, не надо пугать других людей, надо просто знать вот эту тактику. Опять хотим сказать, что она ничем не изменилась, эта тактика нападения из семей. Вот, и действительно, когда знаешь противника, легче ему противостать. И вот давайте сейчас почитаем. Итак, 3 глава, с 1 стиха. И мы будем читать сразу, давайте, вот с позиции тактики. Хорошо? Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, а подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Вот смотрите, вот она тактика. Искажение слова истины. И сегодня это же самое происходит. А почему вы считаете, что именно Библия истина? Почему именно Библия? А с чего вы это взяли, что только Бог истина в последней инстанции? И вообще, правда ли все то, вообще подлинно ли то, что в Библии написано? Может это все фантазии людей? И вообще, вот столько переводов делается, может в переводах ошибки. Почему вы прям так берете, прям конкретно верите, что может оставить родителей? Чего вы взяли что-то подлинно? Не слышали такие еще? Чувствуете, тактика та же самая. И посмотрите, искажение. Вот ешьте ни от какого дерева в районе. А что Бог запрещал есть? Ни от какого дерева? Был такой. Ни от какого. Бог конкретно сказал, все ешьте, всем пользуйтесь. Вот только это нельзя. Одно маленькое. Один маленький запрет. Бог что-то гребал от людей, что-то такое прям вообще неуполнимое. Вполне. Вполне выполнимое. Вполне выполнимое. То есть, все просто. Живите, будьте счастливы. Одна простая вещь. Вот этого не делайте. И сказала жена змею, плоды из древств мы можем есть. Только плодов с дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь с ним, чтобы вам не умереться. И вот смотрите, опять нет ничего нового. Змей исказил слово истины, и Ева попалась на этот крючок. Она продолжает искажать слово Бога. Посмотрите, разве дерево... Только плодов с дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их. Скажите, посредине рая какое дерево росло? Дерево жизни. Дерево жизни росло в центре рая. А дерево познания добра и зла... Вот смотрите. Где-то росло. Восьмой стих. И посадил Господь Бог, насадил Бог рай в Эдеме. И девятый стих. И произрастил на земле всякое дерево принадлежащее. И дерево жизни посреди рая. А также дерево познания добра и зла. А также. Оно где-то росло. Может быть, рядом, может быть, вообще на окраине. Посредине рая. Росло дерево жизни. У Евы полный хаос в голове. Кстати, такой один маленький момент. В какой момент произошло грехопадение Адамы с Евой? В какой момент этот грех вошел в жизнь человека? Как вы считаете? Это просто мысль задуматься как будущим служителем Божьим. Очень интересно, что эта мысль на второй раз совсем не дала. Считаете, что в тот момент, когда... Когда она вкусила этот плод, да? А когда? Когда она по вере уже и решила действовать. Вот в какой момент она поверила в змею? Когда стала задумываться над тем, что он устроит. Но в какой-то момент произошло. Конкретно, по стихам. Когда стала отвечать. И сказала же у нас змею. А, да, действительно. Я увидела же... Отвечать это было уже грехом. Да нет. Когда увидела, что дерево хорошо для пищи. Когда увидела, что дерево хорошо для пищи. Да, и раздевая. Ну вот смотрите, такой один маленький момент. Она сказала, только плодом с дерева, который срезирает, сказал Бог. Не ешьте их и не прикасайтесь к ним. Такого Бог не говорил. Коварила нет, конечно. Это была ложь. А ложь это? Это грех. То есть она поймалась на крючок. И уже согрешилась. И все. Она даже... Вот сам по себе этот плод, он ничего в жизни не решал. Она уже перед этим, до этого плода уже согрешила. И грех вошел. То есть она была готова к греху. Это внутренне готова. Можно сказать, что в этом она не согрешила. То есть это было ее женское восприятие. То есть можно так сказать? Ну это была ложь. Вот если Адам не объяснил ей правильно, что даже прикасаться нельзя, если были от его слов, это еще раньше произошло. Значит Адам соврал? Не соврал. Просто мы же сегодня говорили о восприятии. Вообще даже не подходи. И женское восприятие, женская логика подсказала. Лучше даже не подходи. Да, лучше даже не подходи. А потом она просто то, что она восприняла, она уже за действительность выдавала. Вот. И это была ложь. Как это? Ну как? Это ее была фантация. Нет, это уже ложь, то есть то, что не существует. Все таки она пожила. Ну давайте мы сейчас вернемся к нашей семье. Ну в смысле не к нашей, а вообще. Здесь много можно спорить. То есть практически, вот знаете, столько теологов, оказывается, спорят по поводу того, когда произошло. Но просто факт того, что мы вас призываем задумываться. Понимаете? То есть важно, чтобы мы как бы вот каждый момент обдумывали, когда конкретно это, чтобы нам на этот крючок не попасться. Вот вовремя какой-то момент, понимаете, вот в своей жизни присесть. На первом этапе мысли, на втором этапе согласия на крючок, на третьем этапе, когда же мы берем это в руки. Да? Итак, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Бог такого не давал повеление, что даже трогать их нельзя. Пожалуйста, ходите, трогайте. Пожалуйста, смотрите на них, подходите близко. Просто есть их было нельзя. Ну уж, да, они уже, видите, так себе. Интерпретировали, такой экзегезу провели, да? Следующее. И сказал змеи жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Вот тут интересно, давайте представим, как это было эмоционально. Было бы так. Да нет, да не умрете. Да ладно. Ну, посмотрите, вот если представить, это вот как-то эмоционально, да? Да ладно, ну во что вы верите, да? А знаете, почему он вам запретит? Да Бог просто не хочет, чтобы вы. То есть идет конкретная клевета во Творца. И смотрите, и на этот крючок Ева тоже ловится. Кстати, на эмоциях. Да, и все именно идет воздействие. Да ладно, ну, да с чем мы поверьте? Вот ничего нового нет, да? И такой еще момент. Вы будете как боги, знающие добро и зло. Скажите, Адам и Ева знали, что такое добро и зло? Они знали, что можно делать, а что нельзя делать в Райском саду? Они знали, что если они сделают то, что нельзя будет плохо, что это зло? То есть они знали, что такое добро и зло. Но смотрите, что им предлагает. Тут другое слово. Он не просто им предлагает различить вот это добро и зло. Они знали, они различали это. Но он им предлагает попробовать это на практике. Вы же это не пробовали. Вы же не знаете, хорошо это или плохо. Да ладно. Вы попробуйте, и тогда уже будете точно определять, что это плохо. вкусить этот плод. Да плюньте вы на то, что вам говорится. И попробуйте. Но Бог же зла не делал. То есть если быть как Боги, Бог-то, он знает, что зло, но зла, то он не делает. Правильно. И вы не делайте зла, и будет все хорошо. А сатана предлагает попробовать. И вот когда подростку предлагают наркотики, и говорят, да ладно, бред этот, ты попробуй, это кайф. И вы ни одному человеку не объясните, что наркотик это зло с первой дозой. Потом, потом. Он сам это так. Это да, он это поймёт. Но первая доза, это всегда кайф. И на этом все ловятся. Когда им говорят, да ты попробуй, ты же не знаешь. И в общем-то тут мы считаем недостаток, может быть, изначального антинаркотической компании, которая работает только зло, 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 зло. Всё это плохо, плохо. Вот, понимаете, здесь вот именно преувеличение. Или, не преувеличение, как сказать, недостаточное объяснение. Односторонний подход. У нас однажды в Самаре такой плакат. Мы едем на машине, такой здоровый, 6 на 3 баннера. Висит написано, там, Вася умер. Ну, несчастье какое произошло, да? Едем дальше, там, 2 или 3 квартала, там, Петя умер. Ну, что же они все мурят, мрут-то. Прямо такими здоровыми, чёрными гуклами. Потом следующий плакат, там, ещё там один, нам. Света умерла. Что же тут происходит на скорости? Где-то только через неделю стали там подклеивать такие, ну, объяснения, там, от наркотиков, от передозировки. А так вот неделю, Петя умер, Вася умер, там, Света умерла. Да, это происходит, но первая-то доза, это кайф. И, то есть, вот именно, вот, понимаете, вот эта вот тоже реклама, она работает, наоборот, на наркотик. То есть, не договариваясь. Потому что в первую дозу человеке не скажет, а что в билете-то? Да. А я в любой момент брошу. И правда не договариваются. То есть, знаете, Бог, он сразу, вот, фант, и он до конца договорился. И тогда посмотрите, что делает сатана. Ну, и ещё. Попробуйте, и посмотрите. И ещё один такой момент, который надо, наверное, нарисовать. Когда вот идёт вот это искажение и добавление к Слову Божьему. И даже не прикасаясь к нему. Вот раз Николай об этом хорошо сказал. Проинтерпретировали, чуть-чуть добавили. Лучше даже и не подойти. Но хорошо, что вот Ева интерпретировала в эту сторону. Сейчас там интерпретируем в другую сторону. И чуть-чуть добавляем. И тут ничего хорошего не получилось от этого. И в этом ничего хорошего. То есть, в любом случае, если мы искажаем Слово Божье, это уже происходит грех в жизни. То есть, толкает. Вот смотрите, существует круг Божьей истины. И всё, что находится внутри этого круга, это всё истина. Ну, вот представьте. Ну, например. Быть доброходно сдающим. Это Божья истина. Божья истина. Божья истина. Ну вот мы делаем один шаг за пределы этой истины, становимся расточительными. А это Божья истины. Нет. Хотя человек, который, будем так говорить, всё считает себя, что доброкотно дающий, а у него уже собственные дети не доедают. Ну, это как бы уже надо поставить вопрос. Жена. Быть экономным. В другую сторону пойдём. Быть экономным – это Божья истина. И рассчитывать свои траты все. Но не быть жадными. Да. А вышли сюда всё. А вышли сюда, стали жадными. Ну, любой жадный… Один маленький шаг, и уже жаден. Ну, любой жадный вам найдёт массу места в Библии. Ну, в частности, по строению башни, например, что там надо все издержки считать. Ну, он вам скажет, нет, я… это я в Библии. Я очень экономный. Да. Жена поминуется своему мужу. Это Божья истина? Да. Конечно. А вот жена сделает шаг и становится рабыней. Ну, это ещё лучше. Старая. Да. И вот такая жена рабыня, она вам докажет, и мужу вам докажет, что у него самая-самая вообще еврейская жена. А там уже вот оно. Как однажды пришла к нам женщина одна и говорит, у меня муж – тиран, деспот и сексуальный маньяк. Мы у неё спрашиваем, а в чём это выражательство? Да вот не дали, как на той неделе он мне сказал. Понимаешь, я уже старенький. Он под 7 лет женатый. Я уже в возрасте. Ну, я привык к тебе и не возбуждаюсь. Ты давай я приведу своего соседа, друга, вот такой парень классный. Вы с ним будете заниматься любовью. Я с ним уже договорилась. Я уже с ним договорилась, всё нормально, он приходит, то есть проблем с ним не будет. Вы будете заниматься любовью, я от этого загорюсь. И мы втроём всё это дело завершим. Маньяк. На самом деле, маньяк. Понимаете, ну вот годы нашей работы научили нас не делать поспешных выборов. И, в общем-то, начав с этой женщиной разговаривать, задавайте вопрос, я не конкретно вопрос задала. Ну, давайте вообще расскажите, как вы живёте там, с мужем, как-то. Он говорит, он меня вообще 27 лет не любил, он давно издевался, он меня матом обзывает. Если вот, например, раз за стол сядет, на столе нет соли, он, например, меня может стать матом, прям по щекам он хрестает. Вот, кашляет до солёного, он, например, у меня, может, тарелку швырнул, борж меня швыряет. Я, говорит, на кухне прям замучиваюсь делать ремонт. То есть деловое переклеиваю, потому что, ну, это муж вот такой. Вот, и, в общем, говорит, вот такой вот он меня никогда не любит. Ну, и такие-то вещи рассказывает. Я говорю, так, ну, знаете, всё, детали недостаточно. Долго вы этого терпите? Нет, нет, я говорю, я не так сказала. Я говорю, вы одним словом, как вы себя назовёте? Понимаете, я здесь спросила. Она, знаете, не задумывается, говорит, жена, я, например, могу сказать, я на первом месте жена-друг. На втором месте я бы себя так вот представила, там, жена-любовница. На третьем месте я бы себя так назвала, жена-мать наших детей. Ну, это моя градация, как бы. А вот вы вот свою градацию, как женой, как вот вы расставите? Она пишет, значит, говорит, жена-рабыня. А потом так сама, знаете, сама назвала. Я, нет, а потом говорит, ну, я бунтующая, родная. То есть, я раза два-три потерплю, а потом говорю, ну, не нравится мне это, не делай так больше. А я говорю, а почему вас в первый раз не сказать, дорогой, мне это не нравится, прекрати. Она сказала замечательную фразу, она говорит, ну, я же христианка, я должна терпеть. Повиноваться. Я должна мужу повиноваться. Я говорю, молодец, изумительная жена. Поэтому, говорю, вот обязательно пусти в постель соседа. А как же? Настоящая жена-христианка не должна мужу вообще противоречить. Обязательно, прям сегодня. Дальше она сказала, вообще, христианка, я это уже сделала. Просто, говорит, почувствовал все это не разрушить. Именно настолько неразумен я к вам пришла. У этой истории счастливый конец, по-английски, хэппи-энт. Потому что мы ее убедили, и она убедила мужа, прийти к Михаилу. И когда мы с ним разговаривали, я говорю, ну вот, что там происходит, как происходит. Он говорит, понимаешь, я женился на женщине личности. Она занимает высокий пост в кругах. Ее там все пострукивают на начале какого-то там департамента. То есть, это женщина очень высокого положения. Личность, она поет, она играет, она всегда найдет тему для разговора. И вот, говорит, она стала христианкой. И говорит, что с ней сделала, я не знаю. Это, говорит, та нет. И я, говорит, устала ее проверять. До какой степени ты будешь вот тряпкой. Но интересно, что очень интересное вызов стало. Он говорит, знаете, я сам себе мерзок. Я, говорит, запил. Я, конечно, говорю, я знаю, что по вашим этим категориям я сам виноват. Жену нечего винить. Он говорит, я не знаю, что делать. И, знаете, вот разговаривая с ним, я поняла, что нам нужно с Мишей вместе работать. Он с мужем, я с женой. Это не только ее по проблемам. Сексуальное маньячество, да? Ее именно в этом тоже есть. Правило номер три, которое мы тоже используем в наших консультациях, в нашей работе. Палач есть только там, где есть жертва. Палач есть только там, где есть жертва. Если жертва перестанет быть жертвой, палач останется без работы. И ему нужно будет измениться. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com. Но тут важно, чтобы жертва сама не превратилась в палача. То есть, когда другое появилось, тогда получается смена роли. То есть, вот это, знаете, правило работает на все столы. Если у вас есть в вашей церкви и ваше окружение люди, которые постоянно жалуют, что их не ведут с начальниками по работе, их там все унижают. И что муж в детстве, вот там какой-то… Да, вы знаете, вот эту вот фразу, во-первых, сами осознайте, проанализируйте так, облиняйтесь вокруг себя, да? Вы посмотрите, что это работает не всегда, во всех сферах. Если человек обижает, он позволяет себе обижать. Муж – глава семьи. Это Божья истина? Да. А муж – глава семьи. Это Божья истина. И вот эта вот граница очень тонкая и очень четко надо чувствовать эту границу. Господь всемогущий и всеведущий. Это истина? Да. А вот фатализм. Ну и пускай тогда Бог все и делает, а я буду лежать на диване и молиться. И пусть мне Бог сам скажет, куда мне сегодня идти, что… И Бог пошлет мне и работу, и носки, и все, что мне нужно. Это Божья истина. То есть, понимаете, вот… Зарабатывать на хлеб насущный – Божья истина. А быть трудоголиком. Ну и так далее. Вот это можно продолжать. То есть, вот важно, что, понимаете, вот служителям, вот мы когда столкнулись с этим, понимаете, вот видим, ну, сломленное… Добавляем чуть-чуть. И причем вот этот человек, который здесь находится, за пределами… Он вам найдет массу мест в Писании. Он, вы знаете, может забить. Если… Все надо бориться своего мужа. Что это значит? Муж – главарь, да? Иначе она должна забиться в угол и дрожать к моему приходу. То есть, вот важно, чтобы мы знали вот то, что внутри круга, и четко могли определить, что человек уже вышел за пределами… И тут, конечно, нужна мудрость от Бога, чтобы определить, он еще внутри или уже сделал один шаг за пределами… А может быть, уже и не один, да? А может быть, уже и не один. Читаем дальше. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Вот произошло смещение ролей, да? Поменялись ролями. Кто принимает теперь решение, что и как должно происходить в семье? Жена. А муж только лишь повинуется. Дала мужу, и он без робот на это дело съел. Субтитры сделал DimaTorzok